Приветствую вас, то, что вы сделали сейчас, то, что вы написали, то, что вы рассказали нам, очень похоже на жалобу, на элементарную жалобу в отношении вашего мужа. То есть, вы нам уже пожаловались, вам, типа, стало легче немножко, ну и всё. А что дальше делать? Ваши вопросы, которые вы задаёте, вот вы их пишите, значит, так, зачем он так себя ведёт, зачем он это делает? Это попытка понять всего, но не попытка понять себя. То есть, у вас, вроде бы, правильная позиция. Вроде бы, правильная позиция, хотя тут вопрос, конечно, дискуссионный, насколько эта позиция ваша является, скажем так, жизнеспособной, да? Вот. Но, тем не менее, ваша позиция достойна того, чтобы быть. Так зачем же пытаться понять мужа? Особенно, если он всегда, как вы говорите, так поступал. Если он всегда таким был, как вы говорите, что он всегда таким был, значит, вы его выбрали таким. Вы выбрали его таким, вот, своего мужа вы выбрали. Шаки, шаки. И стали с таким мужем жить, зная, зная, что он такой. Так не вам ли вопрос нужно задать в первую очередь самой себе? А почему я с ним? А для чего я с ним? Что меня с ним объединяет? К примеру. Что у меня с ним, к примеру, общего? Вот. Что между нами, что? Что между нами общего? Что, к примеру, что нас объединяет с, ну, с ним. Ведь я же, я же от него не ухожу. Ведь я же по-прежнему с ним. Вот. А почему я по-прежнему с ним? А почему меня задевают? Вот вы говорите, что мы не общаемся на лайках, там, и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, у вашего мужа сейчас есть определенные проблемы. Допустим. Допустим, у него сейчас есть определенные проблемы. Допустим, у него сейчас есть определенные трудности. Но если вы хотите общаться на лайках, то общаться на лайках нужно в первую очередь вам, самой, то есть вам нужно общаться о чем-то, что вызывает у вас позитив, как минимум. А у меня раскладывается такое впечатление, что вы со своим мужем общаетесь только для того, чтобы от него что-то получить, получить от него какую-то реакцию, возможно, получить от него какую-то обратную связь, возможно, получить оценку себя. И вам неприятно, когда он эту оценку дает, ну потому что он дает вам не ту оценку, которую вы хотите. Ну, для себя. Так вот и как бы вот такие вопросы нужно вам себе задать. Ваш муж он такой. Но если мы говорим о том, что вы его любите, если вы даже свой вопрос поместили в раздел любовных отношений, а не семейных отношений, что вы знаете, наверное, его как личность, ну, своего мужа в смысле, и вы знаете, почему он так себя ведет. И если вы знаете, по идее, почему он так себя ведет, то по какой же причине тогда вы воспринимаете его какие-то вот действия, да, его слова выражения на свой счет. С какого момента, ну, такая ситуация, как вот вы описываете, началась? Она же начиналась скорее всего, скорее всего, не сразу. Она начиналась скорее всего постепенно, эта ситуация. Я более чем уверен, что она начиналась постепенно. Так как вы вели себя, когда это только началось, например? Как вы себя вели? Как вы себя проявляли, когда это только началось? Понимаете? Какая штука? То есть, вот это все, вот это все непонятно. Это все не раскрывается в вашем тексте. Вы просто жалуетесь на своего мужа. Он такой, как он есть. Если он не хочет решать свои проблемы, даже если они у него есть, если он не хочет решать свои проблемы, то вам остается либо принять его таким, либо перестать взаимодействовать. Других вариантов у вас по факту нет. Но вместо этого, вместо этого вы как-то вот эмоционально вовлекаетесь во всю эту историю. То есть, вы эмоционально вовлечены, вас это задевает, вас задевает его поведение, вас задевает его отношение, вас задевает то, что он говорит, как он говорит. Вы, значит, воспринимаете это все на свой счет. Почему? Как вас это задевает конкретно? Понимаете? Вот это нужно исследовать. И если обращать внимание здесь на что-то, обращать внимание только на себя, на свое поведение, не на мужа. Потому что, с точки зрения психологии, вы сами определяете то, как развивается ваше общение. Вы сами определяете то, как оно протекает. Понимаете? То есть, если ваш муж ведет себя определенным образом, то он играет в психологическую игру, которая может в зависимости от своей структуры разниться. Например, это может быть психологическая игра «Родительский комитет». Или это может быть игра «Скандал», в которую ваш муж также может играть. Либо это может быть еще какая-нибудь игра. Тут нужно исследовать, потому что так, в общем-то, непонятно. Но вам в этой ситуации нельзя забывать про себя. То есть, если ваш муж действительно играет в какую-то игру психологическую, то нельзя ему подыгрывать. А подыгрывая ему, вы лишь подкрепляете, как бы, ну, подкрепляете его поведение. То есть, он действует так, потому что есть какая-то для него, ну, выгода. Да, есть какой-то, ну, какая-то обратная связь, что для него есть в этом смысле. Вот. Он, что ли, получает, благодаря этой, ну, вот этой игре, он что-то получает. Вопрос заключается только в том, что именно он получает. И вот этого вам нужно его лишить, того из того, что он получает. Если он хочет доказать, допустим, вам, что мир там какой-то плохой, значит, не нужно показывать ему, что он вам это доказал. Наоборот, его поведение, это доказательство того, что ваша позиция имеет право на жизнь. Еще раз повторю, глобальная рекомендация здесь такая. Взять на себя личную ответственность, личную ответственность за свои чувства, за свои переживания. Вот это личная ответственность. Дальше. Вы пишите, мне стало сложно общаться с мужем. С какого момента, с какого периода, давайте разбираться. Комфортнее, когда мы молчим, молчим. То есть, то есть, избегание проблем. То есть, избегание проблем. Он постоянно пытается, как он выражается, снять розовые очки. Допустим. Допустим. Он пытается снять, снять, снять розовые очки. Но, почему бы не сбросить его, а ничего он это делает? А зачем он это делает? Какую он цель преследует? Я верен вам сказать, что эта цель, какую-то пользу принести. Принести пользу вам. Принести пользу, там, миру, окружению своему. Но это благо намерений. Мы редко общаемся на лайтах, редко смеемся. Редко они испытывались комфорта во время беседы. Чувствовались комфорта во время беседы. Елена, это ваше ответственность. Так, Елена? Да, Елена. Дальше. Мы редко общаемся на лайтах, потому что, возможно, между вами мало общих. Потому что, возможно, вы сами не можете общаться на лайтах. Ведь что такое общение на лайтах? Это общение просто так. Ну, мне кажется, что уже довольно давно вы со своим мужем перестали общаться просто так. То есть, у вас есть какая-то цель. Потому что, если вы ему, к примеру, что-то рассказываете, что это и должно быть просто так. То есть, я просто так что-то тебе рассказал. А у вас такое впечатление, я еще раз повторяю, у меня сложилось такое впечатление, что вы хотите какую-то реакцию. Ну, обратных следов. Вот. И, конечно, вызывает вопрос, почему вы так мало говорите о своих чувствах и достаточно много говорите о, допустим, о нем. У вас очень много его. Очень много. Вот. Ну, про него у вас очень много. Про себя мало. Про него много. Вот. А должно быть, конечно же, наоборот. То есть, вам желательно, ну, в большей степени про себя вести речь и в меньшей степени про него. Может быть, вы чересчур растворяетесь, стремитесь раствориться в другом человеке. Может быть, у вас недостаточно хорошо развиты личные границы. Вот. Я не знаю. Это нужно исследовать. Пока. По крайней мере, это находится вот в такой статии, что мне нечего по этому поводу сказать, потому что я вас не знал. Вот. Вы видите, да, никакой информации о себе вы практически не предоставляете. Кроме того, что вы жалуетесь на мысли. Так. Рассказываю про волонтеров. Он говорит, что все хотят друг друга. Для чего вы рассказываете? Политику я не люблю. Говорит, она мне сфера моих интересов. Говорит, заходит, начинается все, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вас-то как задевают? Про людей окружающих. Говорит, сейчас ты кому-то рассказываешь. Так. А вас-то как задевают? Я симпатильку. Иногда я не вывожу. Говорю, вот. Не вожу. Иногда я не вывожу. Вот. Причина того, что иногда вы не вывозите. Причина. Не ждать этого раскрытия. А это вам вообще параллельно должно быть. Исходя из вашей позиции, исходя из вашей, ну, как сказать, философии, да, которую вы продвигаете, вам должно быть все равно. Должно быть все равно на то, что говорит ваш, ну, муж. Вот. А если вам не все равно, что это уже, ну, соответственно, задевает. И начинается конфликт. Опять же, в конфликте участвуют оба. То есть, если вы участвуете в конфликте, это ваша личная ответственность. за которую необходимо, ну, как бы, которую необходимо обеспечивать. Самое интересное, он считает. Вот видите, какая разница, что он считает. Что я кого-то зашел, у меня такая позиция, я занимаюсь своими делами, живу свою жизнь, мне без разницы, что делает Путин. Путин Порошенко, кто-то лично за своими дверей за спиной, моя подруга. Так. Здесь несколько, две несколько дискуссионный момент. С одной стороны, тот, кто скажет, что лично за вашей спиной, да, кто скажет, а, нет, кто скажет, что моя подруга. И как на ваши дети посмотрят посторонний человек, кто мне не знакомый, во что одется, что он сказал. Это правильно. Это верно. Этого осуществлять не должно. Но политика такая штука, которая касается рано или поздно всех, и тут вот желательно бы, наверное, все-таки более активную позицию занять. То есть, именно показать нужно, что политика это не то, что вообще вас не касается. Она не может вас никогда не касаться. Политика касается сказок. Рано или поздно. Вот. Но она вас касается так, как это нужно вам. Дальше. Так, если я начну все через себя пропускать, я уже через месяц буду лежать в депрессии. Тоже достаточно дискуссионное утверждение, потому что все зависит от того, как вы относитесь ко всему этому. Вот. Пока-то я вижу, что у вас с мужем нет ничего лучше. Я не вижу, не вижу в ваших отношениях проявления любви. И я вижу то, что вы нанесете за себя ответственность. Что у вас проблемы с личными границами между... И что очевидно у вас есть какие-то подавленные чувства, которые выражаются в конфликтах. Вот. Сейчас-то общались и обозначили... Сейчас это в 10 часов, я так понимаю, по Москве. Сейчас-то общались и обозначили в свое время сомнения, если вкратце... Сказать, не все прогнили, есть разные... Везде есть разные люди. И все равно только очисленную тему, так мне не интересно обсуждать политику, учитываясь, я не разбираюсь. Знаете, вот здесь, скорее всего, это звучит как... Как... Пригнание поражения. То есть, понимаете, вы не владеете навыками бесконфликтного общения, особенно с учетом того, что... Между вами и вашим мужем уже сложились такие вот истории, уже сложились такие моменты... Что он знает, что если вы, например... Ну, там, вот пытаетесь сменить тему... И он знает, что если вы пытаетесь сменить тему, значит... Скорее всего, там, вам, допустим, что-то не понравилось, либо вы исчерпали свой запас, там, либо... Ну, что-то еще, хорошо, хорошо говоря. Ну, вот. По-другому, это очень важный момент. Это очень важный момент. Потому что... Как сказать... Это то, что вам мешает. Это то, что выставляет вас крайне невыгодно в этой позиции. Это то, что абсолютно нормальное выражение, то, что абсолютно нормальное поведение делает чем-то ненормальным. И за это ответственность вы возлагаете на своего мужа, но не на себя. Понимаете? Ведь из разговора можно выйти по-разному. Это первое. Второе. Если вы в чем-то не разбираетесь, то логично было бы немножко разбираться. Особенно, если ваш муж этим интересуется. То есть нельзя, нельзя, например, ожидать, что ваш муж перестанет интересоваться этим. А значит, так или иначе, эта тема будет вас касаться. И лучше, если вы будете в этом разбираться. Лучше, если вы будете в этом отдавать связь. Ну, хоть какого-нибудь. Понимаете? Какая штука. Это важно, на мой взгляд. Так что здесь у вас в некоторой степени такая позиция, еще раз повторюсь, жертвенная позиция. Что неприемлемо, конечно. Дальше. Тебя просто заделало, что я развел твою элизию, что у вас в стране все хорошо. Я не очень понял, что у вас в стране все хорошо. Такое ощущение, что он прям под кожу залазит и прям навязывает свое мнение сверху. Может он пытается навязать, но ощущение, что он залезает под кожей, это только ваше ощущение. И вопрос там, почему вы так чувствуете. То есть, в чем неуверенность конкретно проявляется ваше. Зачем он до себя ведет? Это имеет значение. Зачем он это делает? Это имеет значение. Он делает это совершенно точно не потому, что вы какая-то плохая, если вы об этом. Он делает совершенно точно, чтобы вас унизить, если вы об этом. Он делает это совсем по, ну, по другим причинам. Вот. Он делает это по причинам своим мечтам. К вам никакого отношения не имеющих вообще. 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 Вот. И вот это, вот в этом нужно отдаваться дальше. В этом. Именно в этом. А то, что вы думаете, думаете о себе, что вы сомневаетесь в себе, то, что вы испытываете какую-то неуверенность в себе. Это вопрос к вам. На самом деле. И вот с этими моментами нужно работать. Как раз таки. Чтобы вы, чтобы вы не думали о себе, в зависимости от того, что человек вам пытается сказать. Это очень важно. И если вы не будете менять свое представление о себе, в зависимости от того, что человек вам сказал, то вам и не будет нужно пытаться понять, зачем он это говорит. Возможно, вы чувствуете глобальную неудовлетворенность в том, что вы делаете по жизни сейчас, здесь, на данный момент. Возможно, вы сами сомневаетесь в том, что все так, как говорит муж. Возможно, вам не хватает экзистенциальной подоплеки. Возможно, вам не хватает философских каких-то, философских позиций. Своей собственной философии. Потому что, во многом, ваша позиция, это просто позиция игнорирования всего и вся. Что, как бы, тоже, ну, достаточно уязвимая. В конце концерта. Так что это нужно поисследовать? Вам, в первую очередь. Ну и, конечно же, с какого момента это все началось. Далее вы пишете, мне это никогда не нравилось, а почему не тогда вы закрывали на это глаза? Вот. Значит, теперь еще прям без чем? То есть, если вас бесит, это ваша личная ответка. Но с этим нужно работать. Будут интересные и полезные вещи для обсуждения. Есть. Проблема в том, еще раз повторяю, что между вами общего. Так можно сказать, что между вами общего-то ничего и нет. Мне бы когда-то был какой-то конфликт, в который вас создали друг от друга, и вот это все то, что происходит сейчас, является следствием того самого конфликта. В таком случае нужно тот конфликт разрушать. Разрешать, точнее. Ну, разрушать, да. Вам нужно учиться бесконфликтному общению. Вам нужно работать над своей позиции, над своей уверенностью в себе. Вот. Это все определенная работа. Поменяетесь вы и поменяется муж, семья, эта система. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мужа своего вы не поменяете, не переделаете. Поэтому, как бы, на это претендовать не стоит. Но изменив часами, вы не сможете изменить его. Если обозначите свои собственные проблемы, свои собственные противоречия, страхи, страхи и то, что вас, к примеру, задевает. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!